Привет! Ну что, вы думаете, что после вчерашнего моего видеоблога сразу же побежали открывать центр реабилитации детей-инвалидов? Да нет, не побежали, потому что сегодня более важные дела. Барин наконец-то прилетел. Мы обсуждали его ожидания, ожидания его визита, и вот разговаривали с людьми, видите, и показывали, как на других каналах люди разговаривали с людьми. В общем, ожидания, ожидания наполнило всё, наэлектризовало воздух практически, и вот таки Барин прилетел. Я ожидал, честно скажу, что не будет такого позора, как был в прошлом году, вот со встречи этих людей в жупанах, да в платках, не будет вот этого всего, этого бреда. Однако же, вот этого не будет, вот этого. Однако сегодня они решили повторить свой подвиг годичной давности, и опять-таки, несмотря на тысячи мемов, которые родила та встреча в украиноязычном и русскоязычном сегменте, сегменте интернета, они решили опять-таки встретить его с теми же девочками в платочках, и, ну, встретили, да и встретили, знаете, какая разница. Га пока не станцевали, и на том, как говорится, спасибо. Сейчас мы покажем, как происходила встреча, встреча и ожидания приезда Барина уже возле администрации президента. Наш журналист, конечно, оказался на месте. А именно, это глава ДФС Насиров, его первый зам, Билан. Они незаконно блокируют работу нашего предприятия, и тем самым мы видим, что это происходит. Сегодня будет встречаться Гройсман с вице-президентом Соединенных Штатов, и мы хотим в очередной раз обратить на нас внимание Гройсмана, потому что мы уже неоднократно писали обращение, чтобы тоже обратили внимание на эту сложившуюся ситуацию, и разобрались с ней по закону. Мы обращались и к вице-президенту Гройсману, и к нашему президенту Порошенко, и к профильным министрам, и, к сожалению, никто из них не реагирует на данное вопиющее нарушение закона и прав сотрудников компании. Изначально начиналось все со взрывов на автозаправочных комплексах, с угроз собственнику компании и с попытками повлиять на его решение продать компанию. Когда мы сказали, что мы не отдадим компанию, не продадим ее, вот начали сейчас включать инструменты, то есть подключать госорганы. А как нам купать Гройсману, если он не реагирует на наши обращения? Сейчас он будет встречаться с вице-президентом Соединенных Штатов, возможно, будет здесь как раз проезжать и в очередной раз увидит нас, услышит нашу проблематику. Ну, я думаю, да поймите правильно, плакаты будут ваши, видно, надо ты побачить ваши плакаты. А за то, что стали стыдить, пожалуйста, мне это все. Хотя вы уточните за пресс, вот я чаю, вы представитель пресса, да? Шари.нет. Блогер, да? Чтобы посмотреть, где вы там, на его блоге будет, на ютубе, на канале, да? Понимаю, что он тоже против беспредела в стране. Вот, поэтому отличная вещь. Отлично. Мне очень нравится. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это уже далеко не та держава, с которой мы начали на этапе втечи с банкротилой и злочинной владой и начатом российской войсковой агрессии С Петром Алексеевичем здесь трудно не согласиться. На самом деле уже совсем другая страна. Это уже другая страна, не та, которую мы получили на момент бегства Януковича, обанкротившейся преступной власти. Да, эта страна абсолютно другая и здесь мы с тобой, Петр Алексеевич, согласны. Ну давай ты перечислишь, что же теперь в этой стране другое. Наверное пенсии, социальные стандарты, медицина, дороги, что, что же, обучение. Ну? Это Украина, которая есть и имеет гидность. Диссертацию, докторскую диссертацию по гидности можно написать, потому что я не понимаю, как может человек мат и гидность, то есть чувство собственного достоинства, когда он не имеет нормальной зарплаты, не имеет нормального, ничего не имеет он нормального. Как он может при этом иметь чувство собственного достоинства? Получается с голой жопой, но с достоинством. Прагнение до демократичных реформ. Эта Украина другая, потому что теперь эта Украина имеет стремление. Имеет стремление. Я не знаю, имеет ли Швеция, к примеру, стремление к чему-либо. Вот сомневаюсь. Нидерланды, вот имеют ли они какое-то стремление к чему-либо? Я не думаю, что имеют. Вот честно, я бывал в этих странах и я не видел там стремление. Стремление к чему-то. Стремление. Люди просто живут. Здесь три года уже стремятся. Можно 70 лет стремиться. Бывали случаи. Это очень круто, но все-таки хорошо бы перейти к какой-нибудь конкретике. И Петр Алексеевич перейдет. Но впрочем, стоп. А зачем он это рассказывает? Вице-президенту пока еще, вице-президенту Соединенных Штатов Америки. Это Украина, которая надеянно оборонит демократичные ценности, права и свободы граждан. И все политические, которые сегодня сидят. И я, раб Божий, которого вы продолжаете преследовать, воскликнем все вместе. Так и есть, Петр Алексеевич. Это Украина, которая гарантирует неповернение Европы до холодных часов Радянского Союза. Каким образом Украина может гарантировать невозвращение Европы к холодным временам Советского Союза, я не знаю. Что вообще Украина может гарантировать Европе, кроме бесперебойной поставки российского газа? Это Украина, которая имеет новую, сильную, профессиональную, потужную, патриотическую и боязвестную армию. Без этого нельзя было. Это любимый конек Петра Алексеевича Порошенко. В принципе, он должен был в этой речи еще сказать. Рывной, долларом, иеной, петрымуют. Но в этой речи как-то упустил. Это Украина, которая имеет новую полицию. Вообще, человек перечисляет благо в стране. Через три года что мы имеем? Армию, полицию, надо еще дальше. Суды. Он скажет про суды. Крепкие тюрьмы, хорошие засовы. Да? Это Украина, которая имеет новую антикоррупционную инфраструктуру. О, да! Которая проводит расследование по мне, Петру Алексеевичу Порошенко, который в офшоры выводит активы. Это Украина, которая имеет четкий план реформ и потужную политическую волю. Через три года мы имеем план. Через пять лет мы будем иметь уже инструкцию по исполнению этого плана. А через десять лет? О, что будет через десять лет? Но опять-таки возвращаемся к тому, что я уже говорил. Я не понял. А для чего он это перечисляет? А, стоп. Это отчет. Отчет перед хозяином. Децентрализация. Судовая реформа. Новая податковая. Новая административная реформа. За короткий промечок часу наголошу в умовах агрессии, войны. Он отчитывается. Это элементарный отчет работника перед работодателем, по сути. Это элементарный отчет подчиненного перед своим начальником. Он перечисляет то, что вот смотрите, мы выполнили домашнее задание. Дальше вот он сейчас говорит, да, что мы, прошу учесть, это во время российской агрессии, но мы все равно это сделали. Незаконной аннексией Крыму и оккупацией схода нашей державы мы, и эти оценки не лише мои и не лише внутренние. Еще и прикрываются оценками. Смотрите, в такое сложное время российская оккупация, все такое, агрессия, аннексия. Но это не только мои оценки, а вот их оценки мы сделали. И опять-таки, не согласиться с этим очень трудно. Да, действительно, сделали больше. За три года сделали больше, чем за 25 лет. Но только сделали, может быть, с плюсом и с минусом. Ой, как неудобно получилось. Нынешнему вице... Это уже как-то не в тему это говорить, и поэтому надо поправиться. Доброму другу нынешнему вице-президенту Байдену и нынешней администрации США Америки. И дуже разраховываем на наступництво в нашей спільной работе с боку новой администрации США. Да, мы же дали отчет. Видите, мы делаем. Домашнее задание выполнено. Мы просто рассчитываем на то, что вы и дальше будете нам помогать. Но гидности у нас вот столько. У нас столько чувства собственного достоинства, что наш президент стоит и дает отчет. Даже не президенту. Президент ни разу не прилетел. Вице-президенту. Да, без сомнения. Мы же по-прежнему просто стоим на страже ценностей Евросоюза. Евросоюз себя защитить не может. У него НАТО, что-то НАТО. Смотрите на нашу армию. Наша армия уже превосходит НАТО. И поэтому только наша армия может сдержать агрессию. И они должны пройти эту агрессию именно через Украину. Они в обход пойти никак не могут. Конечно. И вот здесь вот очень важно. Это опять-таки возвращаясь к вопросу о гидности. Чувстве собственного достоинства, которому следует посвятить не одну диссертацию. Изучение модифицированного чувства собственного достоинства, которое настало за эти три года. Это следует изучать. Очень серьезно надо изучать. Так вот сейчас вот он рассказывает, что его переговоры, многочасовые переговоры с вице-президентом Байденом. Посмотрите, на что они повлияли. Слушайтесь, поймите. Что вам еще надо знать о гидности? Что еще надо понимать в этом вопросе? Если от разговоров с вице-президентом Соединенных Штатов Америки зависела жизнь миллионов украинцев и вообще существование государства Украины. Что еще надо знать о гидности? Для меня, допустим, все ясно и все мне понятно. Пока.